Конкурсы лучшей по профессии компании «Газпром Добыча Ноябрьск» уже традиция. Она объединяет целые поколения мастеров своего дела и открывает перед участниками новые горизонты возможностей. «Газпром Добыча Ноябрьск» – это слаженная команда, в которой профессионализм является одной из основных ценностей. В компании созданы достойные условия для повышения профессиональных компетенций и карьерного развития. А конкурсы в профессиональном мастерстве является отличным инструментом для того, чтобы заявить о себе». На этот раз заявляли о себе более 100 человек. Соревновались по 11 профессиям – от операторов по добыче нефти и газа до лаборантов химического анализа. Традиционно конкурс состоял из двух этапов – практика и теория, где конкурсанты решали тесты и отвечали на вопросы. «Теория у нас каждый год стараемся актуализировать согласно требованиям ПАО «Газпром» и вообще стараемся идти в ногу со временем. Видно, что ребята, которые пришли непосредственно с университета, теория у них на самом деле высокая. Но теория – это как бы одно, но пощупать железо и иметь представление об оборудовании – это немаловажно». Показать свои навыки на практике конкурсанты могли на нескольких производственных площадках, управлении технологического транспорта и специальной техники и аварийно-восстановительных работ, а также на западно-таргосалинском, губкинском и комсомольском газовых промыслов. «Это возможность нашим рабочим, молодым рабочим, заявить о своих профессиональных компетенциях, о своем стремлении развиваться в профессии. И подтверждением тому является то, что у нас сегодня свыше ста участников». Всего несколько минут и вот он, первый участник – Дмитрий Попов. Молодой человек – представитель самой востребованной и элитной профессии компании «Газпром». Оператор по добыче нефти и газа Камчатского газопромыслового управления. Ему за отведенное время потребовалось осуществить проверку оборудования. Дмитрий участвует впервые, говорит, дело свое знает на отлично. Может и лекцию прочесть, и на практике все показать. А вот на конкурсе, когда за тобой наблюдают члены жюри, страшновато. «Ты приехал, посмотрел ее, один раз, два раза прошелся, если была возможность, а у кого-то и не было возможности пройтись. И, образно говоря, ты видишь это оборудование впервые, и тебе все равно какое-то волнение. Плюс за тобой все ходят, следят, смотрят, что ты сделал, что ты не сделал. И все равно есть дух соперничества, от этого ты тоже волнуешься». Волновались и на другой площадке. Там трудились слесари по ремонту технологических установок. У них в буквальном смысле было жарко. Заданий несколько. Одно из них – идеально произвести сварку деталей. Экспертная комиссия отслеживала буквально каждый шаг участника. «У каждого, во-первых, конкурсного задания свои критерии оценки. Поэтому оценки определены конкурсной комиссией, так же, как и штрафные баллы, так же, как и плюсовые баллы. Ну и дальше, после выполнения задания, производится контроль выполнения задания и выставляются критерии по оценкам». Конкурс профмастерства в компании «Газпром Добыча Ноябрьск» проводится ежегодно. Задания для участников всегда меняются. Неизменным остается пристальное внимание к соблюдению правил и требований техники безопасности производства. Руководство компании считает, фестиваль – отличная возможность для успешного карьерного и профессионального роста сотрудников. Тем более, что в ближайшее десятилетие компания собирается развивать «Восток». «Сегодня те ребята, которые показывают свои успехи в профессии, безусловно, станут основой того коллектива, который будет уже в ближайшее время создаваться и начнет освоение этого непростого участка». Фестиваль длился три дня. В завершении участников и коллектив поздравил генеральный директор компании Владимир Кобычев и вручил заслуженные награды. Вашу участие показывает, что вы элита, гостя компании. Я уверен, что с вами мы выполним любые задачи. Нам будут по плечу любые важные и сложные проекты. Я хочу пожелать вам хорошего, доброго дороги, важных, значимых побед, сложных проектов. И пусть вам особо свою удачу. Удача в этом году улыбнулась в Инго-Яхинскому газопромысловому управлению. Им достался переходящий кубок фестиваля. Традиционно его вручают тому производственному подразделению, где трудится победитель корпоративного конкурса операторов по добыче нефти и газа. Почувствовал облегчение, наверное, после всех этих дней, после подготовки, которая была проведена, что не подвел своих коллег, свое начальство, что смог. Большой упор делал на теорию в том числе, много читал. Активная подготовка была в последний месяц. Также на фестивале были определены победители среди еще десяти представителей рабочих специальностей газодобывающей отрасли. Все получили заслуженные дипломы и ценные призы. Елена Канина, Денис Гонцов. Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова